Скорость отображения страниц сайта, создаваемой с помощью CMS, на данный момент – одна из основных проблем сайтостроения. От этой скорости зависит много. Современного пользователя уже не устраивает страницы, открывающиеся более одной секунды. Он предпочитает более быстрые сайты конкурентов. Скорость отображения страниц веб-сайта существенно зависит от скорости обработки запроса пользователя на веб-серве. Самый быстрый способ – это отдача готового файла формата HTML. Но сайты уже давно не набор HTML-страниц. Это сложный многофункциональный системы. Скрипты работают с баз данных, различных технологий общения пользователей сайта. Реализация систем с большим набором возможностей создает и совсем другие нагрузки на сервер и требования производительности, которые зависят от времени исполнения скриптов, работы баз данных, оптимальность кода и других вещей. Для решения задачи более быстрой работы системы существует технология кэширования. Она позволяет сохранить промежуточные варианты работы сайта. Например, сразу в HTML. И затем показать эту страницу пользователя. Но страницы могут отличаться до каждого пользователя, например. Разные цены в каталоге, разные корзины. Для обстроения таких страниц можно, конечно, создавать отдельные HTML-страницы в кэше. Но их будет слишком много. И в итоге выигрыша в производительности не будет. Используется и другой подход. Можно конкретные данные или части HTML сохранить в памяти сервера или на диске, чтобы быстрее их получить и использовать для вывода. Оба эти подхода уже давно используются в Bitrix Framework. И позволяют добиться быстрой загрузки страниц сложного сайта. Но для того, чтобы существенно увеличить скорость загрузки сайта, нужен новый подход. Один из Bitrix разработал уникальную технологию композитный сайт, которая доступна с версии главного модуля 14.5. Революционная технология позволяет достичь невероятной скорости отклика сайта. Композитный сайт открывается в десятки и сотни раз быстрее, чем раньше. Мгновенно по ощущению пользователя. Секрет технологии в оптимальном сочетании скорости загрузки статического контента и возможности динамического сайта. Секрет технологии в оптимальном сочетании загрузки статического сайта и возможности динамического сайта. Технология композитный сайт позволяет соединить достоинство быстрой выдачи страницы пользователю с гибким отображением информации в зависимости от различных условий запроса страниц. Эта технология является дальнейшим развитием и одним из видов кэширования, используемых в Bitrix Framework. Рассмотрим, как оно работает. Если технология композитный сайт отключена, веб-сервер, получив запросы, начинает собирать динамическую страницу, в ходе которой выполняют следующие действия. Проверка уровня прав доступа конкретного пользователя. Подключение файлов шаблона сайта и work area с выполнением PHP скрифтов компонентов, расположенных в них, с учетом уровня прав пользователя и других возможных условий формирования страницы. Система обращается к базе данных, производит действия определенные конкретным компонентам. Выборку данных, их сортировку, обращение к файлам CMS, веб-сервер и другие. Используя результаты работы компонента, CMS производит формирование HTML-кода для передачи в браузер и, собственно, передачу кода браузеру пользователя. Время от запроса и до получения пользователем страницы может достигать нескольких секунд. Это зависит от содержания страницы, числа и сложности PHP кода компонентов, а также количества и объема загружаемых стилей, javascript и картинок. Давайте рассмотрим на примере тиражного решения интернет-магазина Bittrex. Насколько быстро у нас данный сайт грузится. Данный сайт работает в обычном режиме, не в композитном, он не использует композитную технологию. Открываем инструмент соответствующий, сеть, обновляем страницу и вот у нас, собственно, произошла загрузка. Вот, смотрим, первичный HTML-код был получен у нас за 1,31 секунды. Далее у нас пошли грузиться скрипты и стили, а в следующем стали загружаться картинки. Вот вы видите, целый набор картинок у нас грузился. Итого, вся страница целиком у нас была загружена более чем за 2,5 секунды. А пользователь первые результаты у нас смог увидеть не ранее, чем чуть менее 1,5 секунды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!